Итак, в этом видео я расскажу о крутом автомобиле Ford Expedition, который скорее всего никогда не будет продаваться в России. Этот автомобиль не поставляют в развивающиеся страны. Для таких стран создают Volkswagen Polo на дешевой тележке, которая отличается даже от Polo, который продается в Европе. Ну да ладно, давайте о хорошем, а точнее о Ford Expedition 2020 модельного года, который по сути является конкурентом Infiniti QX80, который вы видели в прошлом видео. Хрома в этом автомобиле немало и выглядит он очень брутально. Да и в общем, размеры автомобиля внушают длина 5 метров 63 сантиметра, ширина 2 метра 29 сантиметров, высота 1 метр 94 сантиметра и клиренс автомобиля 24,8 сантиметра. Оснащается этот автомобиль V-образным 6-цилиндровым 3,5 литровым двигателем EcoBoost на 400 лошадиных сил. Коробка устанавливается только автоматическая на 10 ступеней. Объем топливного бака 107 литров, а расход у него в городском цикле около 15 литров на сотню километров. Колеса устанавливаются на 22 дюйма. Также есть камера кругового обзора, предупреждение о столкновении, предупреждение о выезде из полосы, мониторинг слепых зон и так далее. Салон выполнен из качественных материалов. Везде используется кожа-напа. Сидения имеют электропривод, подогрев, вентиляцию, память на трех водителей и массаж. Сидеть будет удобно любому, так как даже педали имеют электронную регулировку высоты. Мультимедийная система имеет функции Android Auto и Apple CarPlay и также навигацию. Для телефонов будет доступна беспроводная зарядная станция. Задние пассажиры имеют свою климатическую установку, 12-вольтную и USB-розетку. Также доступен третий ряд сидений. Багажник открывается двумя вариантами. Можно открыть только стекло, а можно полностью дверь. Объем багажника еще больше, чем у Infiniti QX80. 527 литров, если все три ряда сидений подняты. А если сложить все сидения, то объем равен 3440 литров. Как вам такой автомобиль? Напишите свое мнение в комментариях. Хотите ли вы, чтобы в России также продавались такие автомобили по доступным ценам?